Министерство образования и науки продолжает трансформацию над недостатками в системе. Они проявляются в недостаче инфраструктуры в качестве инклюзивного обучения, в дефиците профессиональных кадров, также и в обеспечении горячим питанием школьников начальных классов. У нас очень высокий рост рождаемости, и по исследованиям ООН в 2032 году ожидаем высокий пик, самый пик. И чтобы в 2032 году у нас не было коллапса, чтобы наши дети обучались, нам нужно сейчас предпринимать очень серьезные шаги. Сколько школ должно устроиться, особенно в больших городах, в областных центрах, в районных центрах. По республике 245 школ находятся в аварийном состоянии. В этом году модернизация коснулась 37 школ. Из них 35 были построены, а 2 прошли через капитальный ремонт. Только за пять месяцев этого года в Бишкеке появились 15 светлых и просторных образовательных организаций. Остальные 208 школ, находящиеся в аварийном состоянии, нуждаются либо в модернизации, либо в капитальном ремонте. Для того, чтобы их провести в надлежащий вид, потребуется порядка 5-6 миллиардов средств. Из этого числа 132 школы будут отреконструированы за счет республиканского бюджета и иностранных фондов развития. Говоря об этом, 14 школ профинансирует Всемирный банк развития. В Кыргызстане обучение на дому получают полутора тысячи детей, которые по ограниченным возможностям здоровья не могут посещать специальные учебные организации. Сегодня рассматривается вопрос о включении в образование детей, которые находятся на длительном стационарном лечении. В настоящее время для них разрабатывается сейчас инструкция, которая позволит этим детям получать образование, находясь в лечебных учреждениях. Также хотелось бы отметить, что активно идет рост коррекционных классов для этих ограниченных возможностей здоровья. С января 2022 года по июнь 2022 года стартовал пилотный проект по организации сопровождения в 20 пилотных школах республики, в которых более 50 детей получали услуги по сопровождению. В 2023 году ожидается продолжение данного проекта. Трансформации в образовании проходят также при поддержке как отечественных, так и иностранных доноров. К примеру, организация ЮНИСЕФ создает онлайн-платформы, ориентируется на инклюзивном и многоязычном образовании в Кыргызстане. Наша организация нацелена на то, чтобы все дети получили равное образование. Для школьников, обучающихся в центрах, есть условия, а те, кто живет в отделенных районах, испытывают многие трудности. Получать знания должны все – и девочки, и мальчики, и дети с ОВЗ. Они должны быть конкурентоспособными, образованными и знать многие языки. Текущий год в сфере образования стал весьма насыщенным. Были построены новые школы, отреконструированы заведения, находящиеся в аварийном состоянии. Проведен конкурс на отбор директоров, что стало примером борьбы с коррупционными проявлениями. Зарплаты учителей были повышены на 80%, и образовательные учреждения страны также проходят аккредитацию. Салима Дюшинбикова, Асалбек Курманалиев, СТВ.